Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Повысит ли алтайские вузы плату за обучение и увеличится ли количество бюджетных мест в новом учебном году? Вытянуть обучение ребенку сейчас, конечно, под большим вопросом. Как пройдет голосование за поправки в Конституцию в Алтайском крае и как в него может вмешаться коронавирус? Восстановить прежний облик. Бывшую поликлинику номер 2 ждет реставрация. Голосование за поправки в Конституцию в Алтайском крае под угрозой срыва. Эксперты говорят, всему виной низкая явка из-за быстрого роста числа зараженных COVID-19. Но даже если голосование состоится, оно может пройти весьма в нетривиальной форме. Подробности в сюжете Андрея Дрейра. 1 июля вас ждут на площадках голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. Голосовать будем за пакет разом. То есть нужно будет поставить галочку «за» или «против» сразу всех довольно разнородных поправок. Например, в тексте есть такие слова. Российская Федерация является правоприемником СССР на своей территории. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Кроме того, поправки запрещают президенту избираться более чем на два срока, но при этом расширяют его полномочия. Есть пункт о пожизненной неприкосновенности бывших президентов. А еще в поправках браком, признается только союз мужчины и женщины, гарантируется индексация пенсий и пособий, русский народ называют государствообразующим. Как же мы будем голосовать за эти поправки в период эпидемии? Это возможность организации в период с 25 июня по 30 июня включительно голосования вне помещения стационарного участка, которое традиционно известно нашим избирателям, а с использованием так называемых любых придомовых территорий. Может вам удастся проголосовать в палатке под окном своего дома, а сейчас в избиркоме прорабатывают варианты с учетом пандемии. И с учетом того, что край вошел в список 13 регионов, где голосование осложнится высокой заболеваемостью, то есть пониженной явкой. Очень значимая задача профессиональная, это конечно максимально безопасным сделать весь процесс голосования не только в основной день, но и в период до дня голосования. Кроме того, всем участникам голосования дадут пакеты с отдельной ручкой, перчатками и защитной маской. На организацию голосования в Алтайском крае федеральный бюджет потратит 261 миллион рублей. И это еще без учета. Мир защиты на это тоже выделят бюджетные деньги. Так что неучастие лишает вас не только голоса, но также маски и пары перчаток. А они нынче дорогие. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Еще один ковидный пациент накануне скончался в Алтайском крае. За все время пандемии в регионе умерли 23 человека с диагнозом коронавирус. А за последние сутки в крае выявили еще 69 жителей, зараженных новой инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в регионе 2135 человек. 20 из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще 48 переносят ковид-19 в тяжелой форме. Карта коронавируса в Алтайском крае сегодня выглядит так. 1085 инфицированных выявлено в Барнауле. В Змеиногорском районе 255 случаев. Кстати, все работники Карболихинского рудника наконец-то выздоровели и выписаны из госпиталя. В Бийске на сегодня выявлено 143 человека. В Рубцовске 85. В Новоалтайске 59 ковидных пациентов. В Барнауле еще одна частная клиника начала тестирование на антитела коронавирусу. Теперь в крае таких лабораторий две. Сколько стоит тестирование, есть ли спрос на анализ и почему не стоит особо рассчитывать на то, что у вас обнаружат заветные антитела, расскажем в сюжете. Красная зона лаборатории. За месяц в частной клинике было проведено более 2000 тестов на ковид-19. С завтрашнего дня здесь будут проверять и на антитела к новой инфекции. По такому же методу проводят анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис. Для исследования берется кровь из вены. Стоимость процедуры 900-1200 рублей. Всех пациентов будут принимать только по записи. Спрос есть. Есть звонки от партнеров с районов, есть потребности организаций на медосмотр, сотрудников. За один день лаборатория сможет обрабатывать более 200 тестов. Результат анализа ответит на три вопроса. Либо человек болен в данный момент, либо у него уже выработаны антитела к коронавирусу, либо он никогда не встречался с инфекцией. Кстати, в Москве еще 15 мая запустили бесплатное тестирование жителей на антитела к ковид-19. Все-таки Москва по поступлению реагентики – это немного лучше, чем у нас обстоят дела. Я думаю, что если госучреждения лаборатории, которые имеют разрешение на 3-4 группу патогенности, запустят эту методику, то для пациентов это тоже станет бесплатно. Такие предпосылки они есть. Многие надеются, что наличие антител будет их пропуском на работу во время пандемии. Но исследования ученых огорчают. Лишь у немногих вырабатываются антитела к коронавирусу, и даже они не дают гарантию того, что вы не заболеете второй раз. Вот эта информация, которая прошла первое время, что вспышка коронавирусной инфекции, возможно, у нас уже была осенью. Многие сразу подумали, я тяжело болел, значит, у меня иммунитет уже сформирован. Хочется это все проверить, посмотреть и оценить. Хотя по последним данным, как сейчас научная информация идет, антитела очень у маленького контингента сформированы. Кстати, в Москве кровь с антителами к коронавирусу уже переливают к ковидным пациентам. Столичные эксперты считают, что донорская плазма едва ли не самый эффективный способ борьбы с новой инфекцией. Но в медицинской среде многие к такой методике лечения относятся скептически и даже называют терапией отчаяния. Поэтому в Алтайском Минздраве пока только смотрят на московский опыт и не торопятся брать его на вооружение. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. Большая часть денег, выделенных Федерацией Алтайскому краю, пойдет на компенсацию потерь доходов бюджета. Всего за последнее время в регион поступило 2,5 миллиарда рублей на поддержку из-за коронавируса. Последняя дотация около 500 миллионов. Из тех вот средств, которые поступают непосредственно для поддержки региона, не целевые, а в принципе для сбалансированности бюджета, большая часть или, правильно сказать, большая часть нами будет направлена в муниципалитеты. Тоже проводится специальный анализ, у кого ситуация объективно наиболее сложная сложилась, так сказать, и установилась. И мы там будем нашим муниципалитетам помогать. Губернатор Виктор Томенко также отметил, что ранее в регионы с Федерацией уже были направлены 2 миллиарда рублей и пояснил, куда потратят общий объем средств денежной поддержки. А это на сегодняшний день 2,5 миллиарда рублей. 900 миллионов уже пошли на оснащение вновь созданных коек для больных коронавирусом. 800 миллионов на выплаты врачам, медперсоналу, работающему с такими пациентами. 150 миллионов на пополнение фондов развития или поддержки предпринимателей, пострадавших в результате пандемии. А 447 миллионов будут частично компенсировать потери доходов в бюджет региона. От 50 до 200 тысяч рублей в год. Такова средняя стоимость обучения в среднепрофессиональных и высших учебных заведениях региона. Ждать ли повышения и легко ли в этом году будет поступить на бюджет, разбиралась Анастасия Дороган. В такой тишине приемная кампания проходит впервые, консультирует в основном по телефону. Один из самых частых вопросов 2020-го – подорожает ли высшее образование. В алтайском филиале Ранхикса говорят нет, цены сохранят и даже уменьшат, если абитуриент покажет хорошие знания. Стоимость обучения по направлениям подготовки составляет от 117 тысяч до 74 тысяч рублей. Стоимость обучения зависит от количества набранных баллов по результатам единого государственного экзамена по предметам. Чем выше балл ЕГЭ, тем ниже стоимость обучения. И это непредельные суммы. Так в медицинском, самом дорогом вузе края, год обучения обойдется в среднем в 150 тысяч рублей. А такие деньги есть не у всех родителей. Поэтому многие школьники, мечтающие работать в медицине, сначала идут в медицинский колледж. Благо, в этом году туда и ЕГЭ сдавать не нужно, учитывают средний балл аттестата. Я побоялась сдавать экзамены. У меня с биологией не очень, химию я хорошо знаю. База колледжа, уверена девушка, лучшей школы подготовит ее к медвузу. Она мечтает стать икушером-гинекологом. Говорит, хочет работать с детьми. Катя станет первым в семье медиком. И мама девушки поддержала ей выбор дочери, ее решение поступить в колледж. Для семейного бюджета, если придется учиться на платном отделении, это не столь накладно. Мы узнавали цены даже в медколледж, сколько это будет стоить обучение. И если в начале года я понимала, что я могу это осилить, вытянуть обучение ребенку, то сейчас это, конечно, под большим вопросом. Сумма начинается где-то в районе 60 тысяч. Кстати, колледжи в этом году заберут куда больше школьников, чем в прошлые годы, уверены специалисты, как раз и соображение экономии. Впрочем, вузы тоже учитывают реалии времени. Многие не повышают стоимость обучения, оставляют его на уровне 2019-го. При этом добавляют бюджетные места. Так, в медуниверситете вместо 480 прежних их уже 516, а к осени добавят еще. В политехническом тоже говорят о выделении большего числа бесплатных мест. Общее увеличение у нас больше 150 мест. В основном, конечно, это бакалавриат. Плюс, не так давно, давая пресс-конференцию, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков сказал, что в ближайшее время будет подготовлен постановление правительства, которое будет распределять между вузами, региональными вузами, дополнительные 30 тысяч бюджетных мест по стране. Этот документ с нетерпением ждут в алтайских вузах. На него надеются и многие родители выпускников школ. Ведь чем больше бюджетных мест, тем меньше конкуренции среди абитуриентов. А значит, больше шансов получить специальность бесплатно. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком. Сегодня в Славгороде работают три вице-губернатора региона. Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, а также руководители нескольких краевых министерств и ведомств. Комиссия будет наводить порядок в городе и районе. Напомним, недавно был арестован мэр Славгорода Сергей Горбунов. Он признался в том, что брал взятки на общую сумму 6 миллионов рублей. Очередным сюрпризом для славгородцев, да и не только для них, стал тот факт, что на должности временно исполняющего обязанности мэра назначили человека, который в свое время отбывал наказание за превышение должностных полномочий. Дмитрий Петраков и его коллега по отделу госнаркоконтроля фабриковали дела, связанные со сбытом наркотиков. Все это они проворачивали, чтобы повысить показатели в раскрываемости преступлений. После выхода из тюрьмы Петраков устроился в администрацию города и до назначения исполняющим обязанности мэра был в должности ИО, первого заместителя мэра. Конечно, эта ситуация, она, так скажем, свидетельствует об общем кадровом голоде в управленческих структурах муниципалитетов и, естественно, и о слабости партийной системы, поскольку сегодня партии не выдают тот продукт, который они, кадры, способные успешно руководить муниципалитетами и представлять общественность в различного рода депутатских образованиях. К слову, в состав муниципального образования кроме Славгорода входят более 20 населенных пунктов бывшего Славгородского района, и чтобы вопросы жизнеобеспечения города решались своевременно, туда и направили рабочую группу правительства края. С руководством Славгорода планируется обсудить строительство и ремонт социальных объектов, а также подготовку к предстоящему отопительному сезону. Жители пригорода Барнаула пообещали избавить от проблем с водоснабжением. Городской водоканал подписал соглашение с мэрией, по которому обещают решить больной вопрос в течение 10 лет. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Без воды в поселке Центральной живут уже несколько лет. Чтобы сходить в душ, постирать одежду или помыть посуду, обычно ждут вечера. Не постираться, не сварить. Посуду моешь час, чтобы намочить. А все это прополоскать, вода вообще практически не идет. Мы неоднократно говорили нашим руководителям. Все, да и вообще в поселке у нас многие жалуются на то, что и в других домах так же вода идет плохо. Из года в год с наступлением теплой погоды начинаются перебои с водой. Вечером, когда жители прилегающего частного сектора поливают огороды, воды в крайне нет. Да и ту, что подают днем, оставляют желать лучшего. Как говорят местные, такая вода годится лишь для стирки и мытья. Пить ее совершенно невозможно. Ну почему она желтая? Почему эта вода может через какое-то время позеленеть? Вот просто стоит в банке, да, и она позеленела. Качество воды не устраивает жителей практически всех пригородных поселков Барнаула. Бельмесева, Махнатушки, Лебяжья, Ягодная. В последнем люди говорят, что уже привыкли к воде с душком. Она воняет чем-то. Я звонил уже туда, туда уже, и не первый я звонил. Воняет, чем-то вода воняет. Пенсионерка Нина Ивановна жалуется, в такую же рот нехватки воды страдает и будущий урожай. Не полила эту, даже помидоров тут два десятка, три десятка. Тут вот мелочь посеяла, не сходит, потому что не хватает, наверное, воды все-таки. Городские власти, которым долгие годы жаловались жители поселков, недавно заявили, что скоро о проблемах с водоснабжением люди забудут. Мэрия заключила специальное соглашение с Барнаульским водоканалом. И теперь ресурсопоставщик в ближайшие 10 лет обязан устранить все неполадки. Водоканал пробурит в поселках новые скважины, установит водонапорные башни. Обещают, вода будет чистой, напор всегда мощным. Водоканал на сегодняшний день уже приступил к работе. Например, сегодня ведутся работы на артезианском водозаборе «Ягодная». Правда, за качество придется доплатить. Вода подорожает уже с июля, но власти обещают расходы людям компенсировать. Всего на масштабное обновление водоснабжения пригорода направят порядка 200 миллионов рублей. Жители надеются, что эти деньги помогут им решить наболевший вопрос. И они забудут, что значит собирать каждую каплю. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Начались работы над проектом по реставрации исторического здания Барнаула, бывшей поликлиники номер 2. Авторы проекта просят барнаульцев поделиться фотографиями и документами, повествующими об истории довоенного объекта. Здание по проспекту Калинина, 16, было построено в 1936 году, когда в районе жилплощадки появился поселок для работников Меланджевого комбината. Изначально в здании, которое сегодня относится к числу краевых памятников архитектуры, располагалась поликлиника номер 2. О том, что данный объект нуждается в ремонте и реставрации, говорили долгое время. Наконец, в этом году из краевого бюджета на эти цели выделили почти 9 миллионов рублей. На первом этапе разработают проект. Его автор – архитектор Александр Деринг. Он столкнулся с тем, что до наших дней сохранилось слишком мало сведений о том, как выглядело здание в ранние годы. Архитектор просит откликнуться барнаульцев, у которых, возможно, сохранились фотографии или иные документы, по которым возможно восстановить прежний облик здания. Присылать материалы автору проекта можно через социальные сети. Проект реставрации здания, в котором сейчас располагается 5-я городская больница, должен быть готов к середине следующего года. После начнется основной этап работы. Клиника должна преобразиться не только внешне, но и внутренне. Появится лифт, современный колд-центр и прочее. В Краевом медздраве уточнили, что о сроках завершения реставрации пока говорить рано. Также пока не решен вопрос, куда на время работы будут перенаправлены пациенты. На Алтай заработала творческая лаборатория Роберта Рождественского. Это альтернатива литературному фестивалю, который в этом году невозможно провести в традиционном формате. Участники поэтической лаборатории на стихи известного земляка будут создавать видеопроизведения. Автора лучшего из них ждет поощрения. Подробности в следующем сюжете. Примериваясь, потрогайте великую ношу первых. Как самое неизбежное, взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. По давно сложившейся традиции рождественские чтения начинают с поэзии. Пока ее читают организаторы, а позже выступления ждут от участников творческой лаборатории. Последние предельно внимательны. На выбранные ими стихотворения предстоит написать сценарий, снять по нему видеоролик. Пока же процесс обучения. Конкурсантам рассказывают, как рождались стихи у великого метра. Он вообще сравнивал свое творчество, как может покажется вам, с рыбалкой. Я в поток кривущей удочки забрасываю, по тетрадному листу круги расходятся. И вот когда родится произведение у вас, прождественский называл это, как поймать золотую рыбку. Студенты, актеры и начинающие режиссеры. Пока участников творческой лаборатории только пять. Для Дениса Фурсова это будет дебют. Признается, что решение участвовать в поэтическом конкурсе далось непросто, но настроен решительно. Я перечитал все его стихи, сколько у него только есть. То есть какие-то знал, какие-то в первый раз прочел. Отбор такой серьезный провел, выбрал два. И вот сейчас буквально сижу и уже в последний момент определяюсь, с каким я выйду. Лучший видеоролик на стихи Рождественского определят онлайн-голосованием. Оно пройдет на сайте организаторов. Кстати, по примеру конкурсантов создать свою зарисовку на стихи Рождественского может любой житель региона. Прямые эфиры с выступлениями запланированы на 10 и 17 июня. А уже 20-го в день рождения известного поэта будет определен победитель. Его ждет приз зрительских симпатий, какой держат в секрете. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok